Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам-ФМ бизнес-класс. Тема сегодняшнего эфира из прошлого в будущее, как модернизируются столичные парки. На эту тему мы говорим с моим гостем в студии бизнес-класса Павел Стрижов, директор Московского парка культуры и отдыха Перовский. Павел, добрый день. Здравствуйте. Ну что ж, надо прежде всего, наверное, отметить, что действительно, да, последние годы, слава Богу, все-таки тенденция некая оккультуривания ранее забытых, заброшенных. Я, кстати, некоторое время назад и в Перовском парке лично бывал. Это в районе улицы Кусковская, по-моему, да, вот это Перовская? Вот, так печальное зрелище он, мягко говоря, какое-то представлял. А сейчас очевидно, что есть тенденция к улучшению всей этой ситуации. Ну, вот, если можно, Павел, давайте начнем от того, от кого инициатива, начнем с того, да, от кого инициатива действительно вот сдвинулась в ВОЗ с мертвой точки? Инициатива, наверное, все-таки, скорее всего, исходит от нашего мэра Сергея Семеновича Собянина. Благодаря ему была разработана программа реконструкции и развития парков, культуры и отдыха. Эта программа работает с 2012 года довольно-таки... Ну, относительно недавно, да? Да, то есть это, ладно, я программу, так скажу, рассчитана она пока до 2016 года, и благодаря этой программе модернизируются парки. Они становятся более современными, модными, интересными, красивыми. Ну, давайте так, из всего набора эпитетов я только красивые как-то материализовал себе, ну, потому что парки, да, это всегда зеленые насаждения, это всегда аллейки, да, это вот то, что действительно радует глаз. А что такое модными, что такое современными? Ну, значит, это, наверное, скорее всего, современное оборудование аттракционных площадок, современное оборудование детских спортивных площадок, модные бетонные и пластиковые скейт-парки, площадки для экстремального занятия спортом. Это, ну, скажем так, современные материалы, использующиеся при реконструкции парков, интересное цветочное оформление, вертикальное озеленение, очень сейчас модное, развито. Например, взять Фрунинскую набережную, которая в этом году реконструировалась, довольно она интересная получилась. Да, да. Вот. Ну, все самое современное, современное освещение, система видеонаблюдения, очень большое значение дается безопасности граждан для отдыха в этих парках. Ну, скажем, как-то на новую волну переходят парки, новая жизнь им дана, наверное, вторая. Ну, это все, что вы перечислили, да, очевидно, требует достаточно серьезных затрат. Для этого и была написана эта программа, для этого были заложены бюджетные деньги, и эти деньги осваиваются, строятся, перестраиваются, реконструируются здания в парках, которые давно, очень давно не реконструировались. Реконструируются системы электроснабжения, подземные коммуникации, то есть, которые есть в парках, строятся современные арт-объекты, проводятся культурно-массовые мероприятия. Вот, кстати, Павел, хорошая тема, изначально мы даже говорили, то, что, да, парк Перовский, раньше он, по-моему, так и назывался, парк Перовский, сейчас он парк культуры и отдыха. Да, он парк культуры и отдыха, он был изначально сделан для железнодорожников, поэтому центральный вход он имеет от железной дороги, от Станции Перова. Со стороны Кусковской как раз, да? Да, и поэтому в 1947 году его переделали в парк культуры и отдыха Перовский. С тех пор он под этим названием. Под этим названием. Так вот, я хотел о чем с вами поговорить. Парк культуры и отдых. Можно, в принципе, да, какие-то основные задачи выделить? Ну, помимо достойного времяпровождения, да, какие цели преследуются, когда мы предлагаем те или иные услуги москвичам? Ну, цели преследуются, скажем так, чтобы гости не ездили в центр Москвы гулять, центральные, большие, красивые парки, а также, чтобы им было ежедневно и интересно гулять в своем родном парке, в районе, как бы во дворе. У нас парк в городской черте все-таки находится. С одной стороны он граничит с районом Перова, с другой стороны район Новогиреева. И мы сейчас все делаем для того, чтобы жители нашли себе применение в парке. То есть каждый пришел туда за тем, что ему интересно. То ли мама с ребенком пришла погулять на детской площадке, то ли в детский клуб пойти с малышней, то ли подросток пойдет кататься на скейт-парк или на площадку воркаут заниматься спортом. Дворовая коробка, которая летом используется под мини-футбол, зимой под каток. То есть мы сейчас все делаем для того, чтобы жители знали свой парк в районе, им было интересно туда приходить. Ну и досуг они проводили ближе к дому, не тратили время на дорогу. Я понял. Существует ли, Павел, существует какая-то модель, потому что если так вот, да, все сейчас вами перечислено представить, мне кажется, что большинство парков культуры и отдыха, да, они как бы, ну, имеют один и тот же перечень услуг, которые оказывают москвичам. То есть существует какая-то модель, по которой можно, да, реконструировать или создать, может быть, даже с нуля парк культуры и отдыха. Ну, у каждого парка, скажем, разрабатывалась своя модель. А, то есть есть изюминка или действительно принципиально разные подходы просто? Ну, в принципе, есть основные категории, да, которые должны присутствовать в парках. Это такие, как парокат, спорт инвентаря, спортивные детские площадки, воркауты, кафе небольшие. Но есть, конечно, в каждом парке, наверное, своя изюминка. То есть у больших парков там их много, у маленьких их не очень. В Перовском какая-то? Ну, в Перовском мы, например, наша изюминка – это пруд советский. Так называемый, в советские времена его обозвали. Раньше он принадлежал к усадьбе Перова, он сейчас как бы находится в зоне усадьбы Перова. Но обозвали его в советские времена советским. Довольно-таки такой интересный пруд, такое живописное место. Я опять вспоминаю его достаточно давним еще. Сейчас я так понимаю, он иначе будет. В этом году было выполнено благоустройство вокруг этого пруда. Компания «Мосводосток» был реабилитирован сам пруд. То есть его почистили, сделали набережную, оградили, сделали дорожки вокруг него. И довольно-таки сейчас он стал симпатично смотреться и радовать глаз. Конечно, были времена и довольно-таки худшие для этого пруда, но сейчас это довольно-таки интересное место. У нас есть интересная церквушка на территории парка. Вот это то, что осталось от, скажем так, замка, ну не замка, как его обозвать, а, наверное, историческое значение имеет эта церквушка. Ну, довольно-таки она вписывается в ландшафт, наш парк, и довольно-таки интересное тоже место, куда жители ходят с удовольствием. Вы за границей бываете все-таки, я так предположу, даже в Европе, где-нибудь, может быть, в Штаты, в Азии? Там ведь есть тоже некие подобия парков культуры и отдыха. Вот есть какие-то схожие вещи или, опять, принципиальная разница в том, что разный миндалитет, разные исторические какие-то культурные особенности? Ну, в каждой стране свои парки разные. У них также есть парк культуры, а есть просто как скверы для прогулок. Да, то есть, ну, конечно, что-то мы берем с Европы. Конечно, климатический пояс чуть-чуть другой. Да, к сожалению. У нас все-таки больше присутствует зимнего времени и холодного. Но все равно мы стараемся... Ну, в Европе зато коробку не зальешь, правильно? Ну, да, у каждого есть свои прелести. То есть, например, в зимний период мы заливаем катки, строим ледяные горки, ледяные лабиринты, проводим мастер-класс за ледяных фигур. То есть, это все-таки довольно интересная и тоже своеобразная культура наша. Ну, Европа – Европа, Азия – Азия, Россия – это Россия. Согласен. Если с другой стороны посмотреть, Павел, есть наверняка, да, ну, я предполагаю, что вы взаимодействуете непосредственно с теми, кто посещает ваш парк. Я не знаю, может быть, даже, как раньше бывало, книга отзывов есть, да, и предложений, книга жалов по предложению. И тем не менее, вот, с вашей точки зрения, времена изменились. Какие сейчас требования, что ли, да, какие требования выдвигают москвичи, в частности, мы говорим, в городе Москва, что бы ему хотелось каждый раз увидеть в том или ином объекте, вот, можно на вашем примере. Ну, требования, наверное, это повышение качества любых услуг, даваемых москвичам. То есть, если это кафе, то это современное, интересное кафе. Например, наверное, в историю ходят шашлыки. В историю? В пиво и так далее. Страшные вещи говорите. Павел, мы сейчас прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в гостях Павел Стрижов, директор Московского парка культуры и отдыха Перовский. Ну, и тема, которую мы обсуждаем, связана непосредственно с тем, что мы видим сейчас в московских парках, как они модернизируются из прошлого в будущее, если позволите, вот такое название. Павел, продолжим наш разговор, собственно, об услугах, о качестве, да, оказываемых услуг, прежде всего, ратуют москвичи. Ну, и пример, кстати, не знаю уж на какого воспринимать, шашлыки уходят в прошлое. Раньше это было, да, как бы главный атрибут любого московского парка. Ну, скажем, да, сейчас все-таки хочется кормить народ здоровой пищей. Алкоголь уходит, наверное, в прошлое. Девиз нашего парка – живи ярче. Вот, поэтому мы все делаем для того, чтобы вырастить здоровое поколение в парках. Ну, смотрите, это ваша инициатива все-таки, да? Ну, скажем… Прежде всего. Спорт у нас на первом месте. То есть все спортивные объекты, которые мы делаем, мы делаем с перспективы того, что люди будут туда ходить, заниматься и как бы… Регулярно это делать, не обязательно по выходным, да? Да, именно так, потому что, ну, раньше как во воскресенье на лыжи, а сейчас хочется, чтобы каждый день, каждое утро, каждый день, вечер люди приходили в парк, занимались на площадке воркаута, в летние периоды катались на велосипедах, на роликах. Такая альтернатива фитнес-клубу, я так понимаю, да? Ну, скажем, да, фитнес все-таки в Москве довольно-таки много, а вот занятий на свежем воздухе… На свежем воздухе, конечно. Не так много. Поэтому мы все делаем для того, чтобы вырастить более здоровое поколение, чтобы… Кстати, по поводу свежего воздуха тоже интересная ремарка. Живем мы в огромном мегаполисе. Я все время по этому поводу вспоминаю, мне кажется, всегда забавно, когда, ну, при покупке недвижимости, говорят, да, вот это вот более экологически… В Москве более экологически благоприятный район, это менее экологически благоприятный район. То есть, восток, как правило, как раз во втором, да, во втором числе находится, то есть, менее экологически. Скажем, может быть, раньше он находился в этом. Сейчас все-таки несколько заводов, там, ближайший завод – это электродный завод. Производство в основе своей остановлено, и цеха используется под другое назначение. Все-таки экология, может быть, получше стала в районе. Там химзавод закрыли. Вот, поэтому сказать про экологию, все равно мы находимся через железнодорогу. Усадьба Кускова довольно-таки зеленый большой такой оазис. Парк Перовский, он не совсем прям голый парк, там все-таки есть и реликтовые дубы, и липовые аллеи, и каштановые аллеи. То есть, довольно-таки симпатичный и зеленый островок в городе. Еще и вот фраза «на свежем воздухе», да, воздух действительно свежий. Действительно свежий, потому что шоссе-энтезиасты все-таки находятся в отдалении. Вот, и мы как бы в таком уголке района Перова находимся. Довольно-таки интересный, но все-таки, наверное, все-таки экологически чистый. Более-менее район. Хорошо, давайте дальше вернемся к требованиям москвичей. Ну, ваша инициатива, качественные услуги. Ну, москвичи хотят получать услуги, как ЖКХ в полном объеме, поэтому и здесь, наверное... И, кстати, я прошу прощения, как ЖКХ, сказал Павел, в полном объеме, а плату-то, да, как ЖКХ? Ну, мы более, скажем, лояльно. Мы все-таки делаем соотношение цены-качество, плюс делаем уклонный район, да, то есть, все-таки здесь центр Москвы. Да-да-да. И цены у нас довольно-таки демократичные. Мы делаем скидки многодетным, социальные условия населения, то есть, по-разному, то есть, все зависит... А вход в парк непосредственно? Нет, вход в парк везде бесплатный. Бесплатный. Туалет у нас бесплатный, вход в парк бесплатный. То есть, за это все мы... всем мы сами занимаемся. Понятно. А дополнительные услуги уже непосредственно, да? Нет, дополнительные услуги, они, как и везде, они должны... Ну, как бы, есть платные, но более демократичные цены. Ну, что говоря о москвичах, конечно, они хотят прийти в чистый парк, сесть на чистую лавочку, воспользоваться там чистой детской площадкой. Но мы все делаем для этого. А с собачками, кстати, пускаете вы в парк? С собачками мы пускаем, потому что, ну, в районе Перова более зеленых уголков нету. Понятно, что... После прогулки с собачкой не всегда чистая детская площадка. Не всегда, да. Но мы пытаемся народ все-таки как-то приучить, воспитать. Ну, кто-то ругается, кто-то... Понимает. Понимает. Ну, скажем так, положительные тенденции есть. Ну, а куда собачки, куда их девать? Все равно надо где-то гулять. Ну, да. Ну, пусть хоть в парке гуляют. Ну, хуже, когда перед домом, подъездом все тоже самое. Ну, как-то так, да. Поэтому я считаю, что, ну, постепенно придем, наверное, к тому, что каждый владелец собаки будет за ней убирать и выкидывать в мусорку. Это идеальный вариант, конечно. Я вспоминаю, ну, наверное, уже не лично, а из кинофильмов, может, каких-то старых. Советские парки, где обязательно эстрада была, помните, да, известные такие классические фильмы. Или кино показывали под открытым небом. Ну, понятно, что сейчас мы немножко в другом мире живем, но такие услуги... Нет, почему мы сейчас... У нас есть танцевальные веранды, так называемые. Ну, как правило, взрослые люди, да, я так понимаю, посещают. Да, сейчас мы частично проводим на них какие-то культурно-массовые мероприятия, частично мы задействуем несколько площадок, на которые именно для людей старшего поколения мы делаем мероприятия. Летом планируем вернуть гармонистов в парк. Здорово. С бабушками, с дедушками, чтобы, ну, попели песен, посидели. Планируем открыть кинотеатр под летним, под открытым небом. То есть, ну, как-то возрождаем то, что все-таки было в традиции, да, в советские времена. Скажем так, все, наверное, помнят парку культуры. То есть и зеленый театр, и все у нас, видите, вот мы делаем что-то похожее, но в более меньшем объеме. Ну, наверное, да, в меньшем объеме понятно, почему. Ну, а с точки зрения вот того, что в самом начале мы говорили, да, это современный, это модный, вот эти вещи, они раритетные, они, может быть, не совсем будут востребованы, или востребованы малой частью только посетителей ваших. Да нет, я не думаю, потому что все еще, ну, скажем, помнят Советский Союз, помнят парки советской эпохи. Ну, старшие это поколения, безусловно. Ну, все равно они рассказывают детям, то есть молодежь, ну, молодежь смотрит на более современный лад, у них свои ценности появились, то есть прогресс не стоит на месте, так же и молодежь. То есть у нас в любое кафе можно прийти, у нас бесплатный Wi-Fi работает по всему парку, то есть в летнем кафе или в каком-то ресторанном дворике, там всегда есть розетки для подзарядки гаджетов, то есть можно прийти и как бы и современному человеку найти себя, и пожилому человеку тоже. Вот об этом я и говорю, да, удается, собственно, да? Ну, мы стремимся к тому, чтобы кто пришел в парк, нашел то, что ему нужно. Это зависит, ну, как бы это для людей любой возрастной категории. Поэтому мы все делаем для того, чтобы каждому пришедшему в парк было чем себя занять. Понятно. То есть нельзя, наверное, сказать, что ваш, в частности, или какой-то другой парк ориентирован только на молодежь или только на возрастную категорию граждан. Ну, универсальное, да, отношение универсальное. Парк для всех. Парк для всех, конечно. Так, хорошо. Давайте поговорим еще более детально об услугах. И, на самом деле, очень интересно всегда, кто те люди, которые эти услуги оказывают. Каким образом вы их отбираете? Ну, я имею в виду непосредственно, да, малый бизнес, там, не знаю, средства, общепита и так далее и тому подобное. Ну, по качеству предоставляемых услуг, наверное, идет отбор. То есть отбор более такой жесткий, требования тоже довольно-таки жесткие. Мы все брондируем, мы хотим, чтобы это было как-то, находилось в одном виде эстетичном, чтобы это были чистые стаканчики, качественные, там, интересные напитки, чтобы были тоже довольно-таки, ну, скажем, модные, современные, в то же время качественные. Качество еды, предлагаемой нашим посетителям, безопасность аттракционных площадок, качество предоставляемых прокатом услуг. То есть мы за всем этим смотрим. Ну, а люди, те же люди, которые нас окружают, работают, только, ну, более, наверное, ответственные, подходящие к своей работе. По этим критериям и идет отбор. Что касаемо культурно-массовой сферы, все-таки здесь предпочтением отдаем больше молодым, креативным, скажем так, мозгам. Вот, у меня довольно-таки молодые, интересные люди, которые занимаются именно, скажем так, изготовлением этих культурных мероприятий. Вот, и проведение моих мероприятий мы сейчас делаем, благодаря нашим руководителям, довольно-таки интересные бюджетные вливания в это тоже идут. Так же, чтобы привлечь жителей и посетителей в парк. Вот, и мы уже довольно-таки интересных, скажем, артистов привлекаем в парк за эти деньги, и народ ходит на них посмотреть. Нет, ну, народ наверняка с удовольствием ходит посмотреть, просто, опять-таки, не каждый артист, не каждого артиста, наверное, можно привлечь именно за эти деньги. Ну, скажем, да, люди разной ценовой политики. И, ну, я считаю, что мы в последнее время довольно-таки много привлекли интересных артистов, причем для разных слоев населения, то есть как для молодежи, так и для более старшего поколения. И мы стараемся все-таки мероприятия делать, скажем так, чтобы они тоже были интересны и для разной возрастной категории. Павел, еще раз прервемся, у нас сейчас рубрика «Вне времени», послушаем и продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Афинам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему, связанную с парками культуры и отдыха в Москве, как они модернизируются. У меня в гостях Павел Стрижов, директор Московского парка культуры и отдыха «Перовский». Павел, значит, говорим мы об услугах. Я единственное хотел бы вас попросить, можно ли какой-нибудь пример привести, вот мероприятие, которое проходило у вас, может быть, не так давно или некоторое время назад. Кстати, я думаю, что яркие мероприятия на день города наверняка, да, происходит? Ну, скажем так, не за горами Новый год, да, то есть буквально сверх памяти. У нас выступали финалисты шоу-программы «Голос», был довольно-таки интересный праздничный салют, довольно-таки много народа посетило парк именно в новогоднюю ночь. И находясь, скажем так, по службе, вторую ночь в парке новогоднюю, я понял, что народ не сидит дома, не ест оливье, а идет в парк, ему надо движение, какие-то развлечения. Довольно-таки было интересно, красиво в парке, ну и, наверное, такая уютная, добрая обстановка присутствовала в новогоднюю ночь. Я думаю, что это, ну, самое свежее мероприятие. Да, здорово. Что касаемо, там, скажем, последнего мероприятия на день города, по-моему, у нас выступали рэперы наши эстрады, вот, и было довольно много молодежи. То есть в социальных сетях шла очень активная переписка, и довольно-таки много народу посетило наш парк именно вот из-за этих модных молодых исполнителей. Ну, это ваши креативщики, я так понимаю. Да, конечно, конечно, все, без них мы никуда. То есть как так, если я пойду, никто мне никаких артистов не даст. Это да. Павел, хорошо, а с другой стороны, если посмотреть, ну, на ваш взгляд, как директора, как руководителя непосредственно, чего не хватает еще, вот, чтобы, так сказать, до ума уже окончательно довести, да, чтобы сделать идеальный вариант парка культуры отдыха? Ну, наверное, в первую очередь не хватает сейчас это времени, потому что... У вас лично времени? Нет, сезон различных строительств в парке, он все-таки ограничен. Это довольно-таки маленький летний сезон, в котором мы можем что-то очень много, быстро и плодотворно делать. Наверное, все-таки первое, это не хватает времени. Хотелось бы сделать побольше, поактивнее. Ну, то есть, закончить ремонт, как в таких случаях говорят. Да, да, да. Вот, мы, конечно, сейчас уже начали работать по развитию по 2014 году, начали осваивать программу. Ну, как бы будет довольно-таки интересно в конце года, большие перспективы, появится у нас много нового в парке. До конца 2014? До конца 2014 года, вот, и я надеюсь, что времени в этом году хватит. А можно проанонсировать, или это пока секрет? Да нет, появится, например, в кафе появится новая современная мебель, довольно-таки такая интересная, скажем, модная. Вот, появятся дополнительные беседки около детских площадок, потому что, ну, пока там, если вдруг какая-то непогода, чтобы хотя бы где-то скрыться, или просто, чтобы мамы сидели на площадке, там, занимались, появятся. В этом году мы планируем реконструировать площадку аттракционов целиком, то есть, переставить, обновить. То есть, ну, время, наверное, пришло, потому что, насколько можно, одни и те же аттракционы на протяжении 10 лет, наверное, уже неинтересно. Хочется что-то новенькое, современное, креативное. Заменим мы ограждения вокруг парка. Вот, без них, конечно, никак. Автолюбителям все-таки какая-то преграда необходима. Обязательно. Поскольку мы в городской черте, то есть, это необходимо. Появится освещение в парке, то есть, декоративное, современное. Ну, еще куча много разного интересного. То есть, планов громадье у вас. Да, планов у нас полно. Здорово. Если посмотреть на весь наш огромный мегаполис, то парков культуры и отдыха, ну, давайте так, множество. 14. Какой? 14. 14. Профессионал. 14. Вы как думаете, Павел, этого достаточно для Москвы? Ну, 14 парков культуры и отдыха, я считаю, что, наверное, это достаточно. Но сейчас, по распоряжению нашего мэра Сергея Семеновича Собянина, территории, которые раньше обслуживало ЖКХ, они сейчас присоединились, 53 новых территории присоединились к департаменту культуры. И вот эти 53 территории сейчас мы будем также развивать. А что это за территорию, я не совсем понимаю? Ну, скажем так, возьмем пример парк Перовский. Это парк у прудов Радуга в Вишниках присоединился к нам. Это была территория ЖКХ, как вы говорите? Да, да. И парк, рекреационная зона Терлецкая-Дубрава. Вот, это тоже парк Радуга. Это Терлецкие пруды, да, так называемые? Да, Терлецкие пруды. Я просто бываю в этом районе. Терлецкая-Дубрава. Вот эта зона отдыха сейчас отошла к департаменту культуры, и мы будем в дальнейшем развивать эти территории, делать такими же современными. Но не парки культуры и отдыха, а именно вот то назначение этих зон, для чего они присутствуют. Ну, то есть, я так понимаю, что парк культуры и отдых – это некое юридическое наименование. У них будут свои наименования, но задача тем не менее будет такая же. Ну, да, скажем, это не будет там площадка аттракционов на всех Терлецких прудах. Это, вроде бы, просто доступная зона отдыха. Павел, извините, перебью вас. Вспоминая ваш рассказ о том, как вы советский пруд вернули к жизни, я сейчас по поводу Терлецких прудов. Как вы думаете, их вообще возможно вернуть к жизни, чтобы купаться? Ну, там народ, конечно, купается. Народ купается, очень развита там поляженная такая инфраструктура. Ну, купаться… Хотя медики запрещают все-таки это делать в Терлецких прудах. Во многих прудах города Москвы медики запрещают. Народ все равно купается, потому что водоемов, наверное, недостаточно. Конечно. Не все имеют возможность выехать за город. Поэтому как-то… Ну, то есть Терлецкие пруды можно до ума довезти, чтобы они были вот… Ну, я думаю, да, наверное, можно. Вы такую задачу не ставите себе сейчас? Пока. Вы знаете, чуть-чуть тут баланс прудов и баланс парка – это разные вещи. И разные все-таки структуры осуществляют. То есть мы, благодаря Департаменту культуры, мы почистили Советский пруд, благодаря мэру. Я думаю, что со всеми прудами, которые присоединены также к Департаменту культуры, произойдет то же самое. Ну, в какое-то ближайшее время. Ну, то есть вкупе с 14 парками культуры и отдыха, плюс вот эти 53, да, это… Да, 53 территории. То есть вполне достаточно того, чтобы москвичи могли наслаждаться этим самым чистым отдыхом. Да, это именно так. Вот. Ну, что касаемо этих территорий новых, сейчас парк «Радуга» готовится к реконструкции. Пока… А как, напомните, если можно, как он выглядит сейчас, парк «Радуга»? Ну, это сквер, с дорожками, с деревьями, с кустиками, пока-то со спортивными площадками, с детскими площадками. Ну, довольно-таки он пустой, без инфраструктуры, без, скажем, тех же самых туалетов, без кафешек небольших каких-то, без торговых маленьких павильончиков. То есть вообще без всего, просто прогулочная зона. А задача его реконструкции как раз состоит и в том, чтобы… Привлечь. Посетителей именно в этот парк. Это, мне кажется, одна из первых задач для парка. Чем больше посетителей, тем, значит, больше балл нашей работы. То есть так оценивается, да, профессионализм? Ну, я думаю, что это, да, одно из главных все-таки оценок. Так, ну и уж, коль мы заговорили о Москве в целом, на ваш взгляд, как в ближайшие годы, как будет развиваться вот эта вот отрасль? Да, учитывая, что до 16-го года все-таки есть целевая программа. Ну, развитие будет происходить, наверное, по этапам. Сначала большие парки реконструировались, теперь отдалились более маленькие. Дошла до них очередь. Я думаю, в принципе, все, что мы видим в парке культуры, в парке сокольников, то мы увидим в маленьких парках, только в более маленьком объеме. Вот, это будет интересная зона, довольно-таки интересная. То есть широкий спектр увлечений для всей семьи будет, от спорта и до творчества. Вот такая городская зона, это парк культуры и отдыха. Хорошо. Еще раз, если можно, давайте поговорим все же более детально об услугах и что касается охраны. Охраны, ну, понятно, что живем в неспокойные времена, к сожалению, тема всегда актуальна. Каким образом осуществляется охрана именно этой всей территории? Существует ли какой-то фейс-контроль, существует ли какая-то проверка на входе? Безопасности в парках отдается вообще огромное значение. Ну, первоочередное, можно сказать. Да, то есть любой человек, пришедший в парк, он должен вообще не бояться ничего. У нас сильная служба охраны, у нас присутствует видеонаблюдение в парках и круглосуточная охраняемая территория ЧОПом. ЧОП – это не сидение в будках охраны, это постоянное патрулирование, постоянное пенах людей выводят, дебоширов тоже приструняют. Довольно-таки своеобразные работы охранной службы, но оно довольно продуктивное. То есть взять года два назад и сейчас. То есть в парк можно зайти, не бояться. Несколько раз было случаев, даже карманников ловили. Мелких воришек ловили, издавали службу полиции. Ну, поэтому безопасность сейчас в парках на высшем уровне все-таки. – Ну, вот интересно просто, на входе, поскольку вход-то свободный, ни билетера, ни другого контроля. – Ну да, вход свободный, каждому входу охранника не представишься, что это очень дорого. Но посты расположены именно таким образом, чтобы охватить всю территорию, парковую территорию. Чтобы они, во-первых, друг друга видели, в зоне доступности были. Во-вторых, они таким образом маршруты отработаны, чтобы охватить все злачные уголки парка. И чтобы друг друга взаимодействие было. Поэтому в парках сейчас безопасно. И, наверное, народ не задумывается о том, что в парк можно пойти и рваться на какие-то неприятности. Сейчас с этим очень спокойно. – И, опять-таки, если мы вспомнили о ЧОПе, который работает, в частности, у вас, о других специалистах в охране, они каким-то образом сертифицируются, они каким-то образом, опять мы говорим об их профессионализме, как вы проверяете. – Ну да, согласно законам всех, у них есть, во-первых, пакет документов. Во-вторых, все сотрудники должны быть обучены с лицензиями. То есть, здесь тоже критерии жесткого отбора присутствуют. И они на конкурсной основе у нас, эти ЧОПы. Ну, скажем так, плохие охранники у нас не задерживаются. – Долго не задерживаются? – Да, долго не задерживаются. – А как вы узнаете, что он в конечном итоге плох? То есть, он не справляется с обязанностями своими? – В парке, помимо директора, ходит еще куча народу, сотрудников парка. – Сотрудников именно, да. – Да, и каждый сотрудник вправе посмотреть, сделать замечания, какие-то там свои высказать. Если действительно там сотрудники ЧОПа занимаются не тем, чем им предписано, то тогда как-то либо мы руководству сигнализируем, либо мы принимаем какие-то более кардинальные меры. Ну, специфика работы у ЧОПов, конечно, своеобразная. Поэтому у них есть свои тоже наблюдения друг за другом. Поэтому я считаю, что в данный момент сейчас в парке ПЕС запасно. – Это самое главное. – Павел, спасибо. Еще раз прервемся, послушаем новости и потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Бизнес-класс на Финам. ФМ. Мы сегодня обсуждаем, как модернизируются столичные парки из прошлого в будущее. В гостях у меня Павел Стрижов, директор Московского парка культуры и отдыха Перовский. Говорили сегодня о прошлом, вспоминали, да, ностальгировали. Вы ностальгируете, кстати, по прошлому? – Ну, иногда бывает. – Ну, и опять-таки, применительно именно к теме нашего сегодняшнего разговора. Действительно, вспоминая свое детство, прежде всего. Ну, и вот мы сегодня некие советские фильмы вспоминали, да, там есть много. Кстати, может быть, почему так приятно об этом вспоминать? Потому что это детство. – Ну, да, безоблачное детство. – Безоблачное детство. – Хорошо. Значит, давайте продолжим наш разговор. И, если можно, еще вот какую деталь. Значит, 14 парков, да, по всей Москве. У каждого есть, или можно ли, говоря о каждом из этих парков, на ваш взгляд, Павел, да, выделить некую специфику, может быть. То есть, я еду в Сокольники вот за этим, я еду в парк Горького за этим, в Перовский теперь я буду ходить для того, чтобы вот это увидеть там, да, или попробовать, или сделать. И вообще, мы говорили, да, что у каждого изюминка. Ну, понятно, что много изюмов в парке культуры отдыха имени Горького, но потому что он большой. – Ну, наверное, сейчас пакет услуг будет во всех парках, в принципе, одинаковый. Да, то есть, все зависит от того, что человек хочет получить от посещения парка, для какой цели он приехал в парк или пришел гулять. То есть, здесь, ну, сказать что-то такое прям… – Ну, то есть, я вот с маленьким ребенком, допустим, да, причем не суть важна, в каком районе я живу, хотя я согласен, чтобы далеко не ехать, есть парк, допустим, в моем районе, но мне с маленьким ребенком нужны аттракционы. И для этого я обязательно должен ехать куда-то вот в парк Горького, потому что там они лучшие, или там их больше, или они качественные. – Да нет, в парке Горького сейчас не так много аттракционов. То есть, ну, скажем так, в любом парке, наверное, присутствуют аттракционы. Очень большую конкуренцию создают торговые центры с разными развлекательными площадками аттракционов. И народ все-таки любит туда ходить зимой, потому что там тепло, там светло, и там их больше и интереснее. Конечно, площадка аттракционов, наверное, не самая главная, что есть в парке. – Ну, то есть, на это акцент делать бессмысленно, да, потому что торговые центры, вот они… – Ну, да, как бы именно заморачиваться по поводу парков, скажем, именно аттракционной площадки. – Не стоит. – Нет, не стоит. Парк Перовский, она довольно-таки маленькая, там очень много зеленых насаждений, и вписать вот в эту ландшафтную культуру площадку аттракционов, это тоже большего стоит, потому что за каждое дерево, если мы его спилим… – Да, не дай бог, конечно, конечно. – Да, то есть, мы понесем… – Бог не с аттракционами. – Довольно-таки большой наказатель. – Вековые дубы, тем более, вы говорите. – Плюс безопасность, опять же, посетителей площадки аттракционов, вот, и поэтому в каких-то парках они довольно-таки большие, интересные площадки, в каких-то они маленькие. Ну, взять, например, парк Кузьминки, там довольно-таки большая площадка аттракционов, вот, и довольно-таки интересная. Ну, опять же, Кузьминки – это Кузьминки, Перова – это Перова. – Согласен. – То есть, и вернемся к тому, что, ну, каждый человек приходит в парк, например, так же, если погулять с ребенком, площадка аттракционов с маленьким, то это можно в любом районе. – Где детская площадка есть? – Да, если преследовать какие-то именно развлекательные большие цели, например, справить день рождения какого-то ребенка, ну, конечно, тут люди выберут торговый павильон, где тут же рядом ресторан, и все это в тепле, все это. Ну, все-таки парк – это своеобразная площадка, но довольно-таки интересная и перспективная. – Ну, вот сейчас зима, я хотел просто уточнить, зима, соответственно, у вас есть каточек, там, да, можно покататься? – Да, у нас есть каток, у нас есть ледовая горка довольно-таки большая, у нас есть ледовый лабиринт, у нас есть деревянные горки, есть лыжная трасса, небольшая, но она есть. Работает пункт проката. – По периметру где-то, что ли, да? – Ну, кто как, у нас есть она, скажем так, официальная, небольшая, 500-метровая, а есть люди, желающие кататься, они катаются по периметру, так как с собаками гуляют по периметру, так вот люди прокладывают силу и жню, так как им интересно, удобней. Ну, зима, все-таки, конечно, да, парки не очень, скажем, такое радужное время, все-таки лето поинтересней, но все равно стараемся сделать что-то большее, чтобы люди ходили именно и зимой тоже, в любое время года. – Ну, лето согласен, во-первых, поинтереснее, потому что теплее, а во-вторых, наверное, и больше предложений, да? – Ну, вы знаете, все-таки в городской черте, не в лесу мы находимся, вот, и все-таки народ ходит в парк довольно-таки поактивнее стало наше население. То есть, если раньше там все сидели дома, смотрели телевизор, то сейчас все, наверное… – Нет, еще показательный вот ваш рассказ о праздновании этого Нового года, в новогоднюю ночь народ пошел… – В новогоднюю ночь народу было просто тьма. Если, например, в том году было его поменьше, в позатому вообще практически не было, то в этом довольно-таки большая… – Но опять, это заслуга чего? Потому что вы провели реконструкцию парка, или просто народ меняет свой взгляд на, так сказать, вот эти вот… – Ну, я думаю, и реконструкция дала свои плоды, и как бы привлечение народа культурно-массовыми мероприятиями, различными активностями, арт-объектами какими-то. То есть, ну, привлекли мы народ довольно-таки, мне кажется, достаточно, чтобы парк ожил и как бы начал свою вторую жизнь. – Про Новый год заговорили, вспомнил я проблему любого Нового года, это активное использование пиротехники. Наверняка к вам приходили как раз гуляющие, подвыпившие, наверняка, москвичи. – Было. – Были попытки там что-нибудь взорвать. – Ну, что делать? Тяжело. – Ну, опять-таки, в этом случае кто? Вмешиваются кто-то? Тот же ЧОП, я не знаю, да? – Охрана, ЧОП, да, делают предупреждения. – То есть, категорически нельзя на территории парка ничего запускать? – Ну, народ наш очень тяжело переубедить, особенно подвыпившие. – Тем более в новогодние дожди. – Мы не вступали в конфликты, мы просто ограничивали какие-либо виды пиротехникой, типа, вонарей желания такого, чтобы не требовавших деревьев там не застрял, ничего не сгорело. И как-то больше их на открытое пространство передислоцировали. – Там же в парке открытые пространства? – Ну, там на пруд советский, такое место, где открыто, где мало деревьев, и вдали от жилых домов. Потому что совсем бороться с этим, это, конечно, очень тяжело. – Тяжело, да, практически. – Милиция тоже нам помогала, полиция очень активно нам помогала в этом плане, потому что они тоже круглосуточно дежурили в новогоднюю ночь. Но я считаю, что мы с этой проблемой справились, у нас не было ни возгораний, ни несчастных случаев. – Слава Богу. – А это довольно-таки положительный, скажем, результат. – Согласен. Ну, и опять возвращаясь к рассказу о новогодней ночи, мне показалось интересным, просто насколько, может быть, меняется, ну, если не ментальность, да, москвича или россиянина, то его взгляд на уже привычные какие-то вещи. Вот еще раз возвращаюсь к тому, что Новый год – это праздник домашний, принято его кричать перед телевизором за оливье, за салатом. А сейчас немножко другая история. Или вот лояльность тех же самых, да, подвыпивших, подчеркну, москвичей, к сотрудникам полиции, да, и их понимание, что здесь вот это делать нельзя, это сделать лучше в другом месте. Это о чем говорит все-таки? Какой-то процесс воспитательный идет? – Ну, во-первых, люди, скажем, если им постоянно что-то говорить, они начинают все-таки в это верить. – Да, поэтому если мы все-таки ведем такую политику безопасности в парках, и если в парках курить нельзя, пить нельзя, все-таки если постоянно ходить, делать кому-то замечание, рано или поздно, это все-таки какой-то результат будет. И он и есть. Мы видим, если раньше в парках сидели на лавочках местные алкоголики. – Молодежь, я вспоминаю, даже вот здесь в центре города, да, сидит куча подростков. – То сейчас в парках это очень редко, мы видим, потому что охранники ходят, охранники работают, постоянно делают замечания. Я считаю, что это важный очень вот этот этап нашей эволюции. – Процесса эволюции. – Эволюция, все-таки, да, если говорить о таком… – Да, во-вторых, в парках все-таки молодежь, она подросла, она мыслит по-другому, да, то есть они отошли от Советского Союза, они уже родились в России. – Современной России. – Современной России. И уже у них мысли по-другому, у них другая активность, другая жизнь, другое видение Нового года. То есть не сидеть там в квартире, есть оливье, пить шампанское. Все-таки пойти, погулять, как-то активно провести это время. И все-таки, наверное, потихоньку мы придем к Европе, к чистоте. – Ну, по крайней мере, да, с этой точки зрения. – Да, я считаю, что такой отрицательный опыт, он тоже опыт. – Конечно. – И мы ко всему идем потихоньку, медленно, но уверенно. – Да, главное двигаться просто в этом направлении. – Конечно. – Ну, а учитывая наш сегодняшний разговор, как раз это движение очевидно. – Хорошо, Паш, и последний вопрос у нас остался, там, две минутки с небольшим. Все-таки о перспективах, да, о перспективах развития вашего конкретного парка культуры и отдыха. Ну, и еще раз, может быть, более широко о том, как это… Есть, кстати, опыт какой-то или информация о том, как подобные вещи вне пределах Москвы, в регионах выглядят, там, пользуются ли они популярностью? – Да, у нас есть, например, люди, занимающиеся аттракционами определенные, в кругах крутятся. Мы с ними очень интересно как бы ведем диалог. Они постоянно ездят по паркам, по выставкам, привозят нам фотографии, свой опыт. Ну, бывая в каких-либо других городах, я тоже стал иметь такую привычку заходить в парк, посмотреть, как там. Да, то есть, какой-то опыт мы что-то украдем там, что-то украдем там, что-то придумаем свое. Вот, и я считаю, что опыт, он должен передаваться, наверное, друг от друга. То есть, кому-то мы передадим опыт, как мы справлялись с охраной, кто-то нам передаст опыт. – Конечно. – Как грамотно и интересно выращивать там цветы, делать цветочное оформление парка. То есть, опыт передаваемый, это, наверное, очень даже хорошо. – Конечно, конечно. Ну, и, по крайней мере, вот эта тенденция развития парков культуры и отдыха, она очевидна, да, она видна не только в столичном регионе, что называется, да, в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах, но и в остальной России тоже. – Ну, я считаю, что, да, это правильно. Наш мэр молодец. – Ну, наш мэр, да, в этом смысле какой-то пример продает своим, наверное. – Да, абсолютно. Он постоянно курирует, постоянно объезжает парки, он смотрит, как ведется реконструкция их развития. То есть, в этом плане надо отдать ему должное. И правильное направление, наверное, все-таки выбрали. Парки были в реальном запустении. То есть, здания разваливались, аттракционы древние, безопасность москвичей была вообще на уровне, на минимальном. Поэтому я считаю, что программа работает, будет работать. То есть, я думаю, что помимо 14 парков культуры и отдыха, 53 территории будут также выглядеть отлично, как и парк Горького по всей Москве. – Как и парк Перовский. – Да, и парк Перовский. – Спасибо. Спасибо. Павел Стрижов, директор Московского парка культуры и отдыха. Перовский был сегодня в бизнес-классе. Спасибо, Павел. Спасибо, уважаемые слушатели. Успехов в бизнесе. До свидания. – Спасибо.